кафе под открытым небом всегда много людей всегда много собак сегодня в честь праздника они даже поставили цветы ну а главное цветы это конечно нам природа дает такую прелесть дело я хотела кофе купить то вы посмотрите какую здесь надо очередь стоять я кстати даже не пойму чем тут так намазано англичанам что здесь всегда столько людей я не знаю пожалела я или нет том что мне здесь не получилось кофе попить я конечно куждать очередь не буду ну не знаю да тут и столики все заняты и смотрите они только я снимаю здесь людей в праздник еще один фотограф очень популярное место сегодня наверное здесь даже и служба будет храме мы снова с вами сегодня зайдем в эту католическую церковь так как у нас пасха на носу православная конечно пасха православная в церковь я иду еще один лик христа который если повернется в превращается в страшный такой. Посмотрите. Попробую вам показать. Видите? Ну, вот так. Вот так. Тоже игра красок. Ну и дальше алтарь. Все очень обычно, просто, как и бывает в католических церквях. Я напоминаю вам, что католическая Пасха была ровно неделю назад, а сегодня Пасха православная. Не могу сказать, что я вот этого в восторге. Но вы знаете, чем-то тоже необычно. Это все искусственные цветы, вы видите, да? Но украшено, знаете, так. Прямо с любовью, с любовью. И столько много здесь их, смотрите. Надо было придумать, и сколько здесь труда и денег. О, необычно. Необычно, интересно. Я такое как-то не очень воспринимаю. Но, тем не менее, люди любят, наверное, такую декорацию им нравится. И если уж они так здорово здесь все украсили свою входную дверь, посмотрите. И вы знаете, все эти подвесочки, все эти цветочки, они стоят довольно дорого. А вот натуральные в горшках, видите, здесь немножко стоят у них. Но, наверное, потому что сторона северная. И эти цветы практически не цветут, не растут. А людям хочется цветов. Вот вам и пожалуйста. Каждый выходит из положения. И мне кажется, уж лучше так украсить свой палисадничек перед дверью, чем вообще никак. Так, правда же? То ли дело здесь, на солнечной стороне улицы, отель. Вот, посмотрите. Ну, сейчас, опять же, тоже у отеля, у этого, цветов особенных я не вижу. Но обычно здесь у них летом и уже поздней весной много красивых цветов. Вот такие истории еще очень часто можно встретить. Как пытаются англичане украшать какие-то заборы вот такие вот, где ведется стройка. Я много вам показывала. Некоторые обвязывают эти заборы. Вот какие-то коврики ручной работы. А бывает, что еще и диски от машин. А бывает, морскими ракушками украшают. Бывает, детскими игрушками украшают. Вот, знаете, у англичан есть такая черта, которая очень импонирует мне. Вот они стараются облагородить любой кусочек земли. И особенно, знаете, свои садики. Они украшают всем, что попадается под руку и что уже не нужно в хозяйстве. Да, вы, по-моему, многоажды видели в моих видеосюжетах. Я показывала, как используют лодки, например, старые уже. Как используют тележки, какие-то деревянные старые. Старые велосипеды используют тоже в саду. Ну вот, мы с вами можем вспомнить много таких вещей. Например, даже сапоги используют резиновые, сажают в них цветы. Или, например, старые чайники, старые лейки какие-то. Всё это идёт для украшений садов английских. И вообще надо отдать должное англичанам, что они потрясающие садоводы. Вот что-что, а этого у них не отнять. Они умеют сделать конфетку из своих малюсеньких участков, больших участков садовых, садовых. Здесь особенно и нет у людей. Но вот палисаднички свои, они так украшают, что просто диву даёшься. Вот знаете, чудесно могут декорировать эту альпийскую горку, так называемую, какими-то различными кустарниками, цветами. И получается у них, вы знаете, просто потрясающе. А сегодня у нас праздник Светлого Христова Воскресенья. И я вам в связи с этим хочу показать церковные святыни. Вот ещё одна старинная церковная святыня. Это в Испании уже, в храме. Давайте посмотрим. Я вас всех поздравляю, кто празднует этот великий светлый день Воскресенья Христова. Я желаю всем вам мира и добра. И я надеюсь, что мы сможем все вместе победить это тёмное время. И будет снова мир в наших сердцах. И будет мир на всей планете. На это я и уповаю. С праздником вас ещё раз. С Великим Днём Христового Воскресенья. С Великим Днём Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok